Добрый день, уважаемые председатели, уважаемые коллеги. Я являюсь сотрудником Центра генрадиологии города Москвы, где у нас проходит работа и лечение больных раком председательной железы методиками внутритоконевой лучевой терапии. И хочу сегодня представить наш небольшой относительный опыт лечения рака председательной железы больных источником иридия в монорежиме. Брахотерапия — это вид радиотерапии, когда источник излучения вводится внутрь прожёванного органа. Преимуществом метода заключается возможность подведения максимальных доз лучевой терапии непосредственно на опухлевый очаг и в зону интереса при минимизации воздействия на критические органы и смежные ткани. Источники для внутритканевой лучевой терапии подразделяются на два вида. Это те, которые имплантируются на постоянную основу, или их ещё можно назвать низкомощностные источники, источники высокой мощности, которые имплантируются на определённое время и потом изымаются из зоны интереса. Брахотерапия изначально введена как способ эскалации дозы, и начиналось всё с брахотерапии с точеками йод 125-го. И в дальнейшем результаты брахотерапии такого рода были изучены, проанализированы. Она была введена как отдельный метод лечения и начал применяться у пациентов уже с локализованным и низким риском прогрессирования рака предстоятельной железы. И результаты низкомощностной брахотерапии были изучены, проанализированы и в последнее время приняты одним из вариантов стандартного лечения, что в свою очередь дало импульс к проведению исследований в сфере применения брахотерапии высокой мощности в монорежиме как альтернативного метода лечения. И к настоящему времени брахотерапия, как в низкой и высокой мощности дозы, уже входит в стандарты лечения рака предстоятельной железы групп крайне низкого риска, среднего низкого риска, среднего риска прогрессирования, так и в сочетанной лучевой терапии групп высокого риска прогрессирования и крайне высокого риска прогрессирования. Если посмотреть на опыт зарубежной и на последние статьи, то мы видим, что в мире используются достаточно разные подходы, и используются разные разовые дозы облучения и разное количество имплантов. И мы видим, что здесь, начиная от одного импланта 9 фракций по 6 грей, там 2 импланта 6 фракций по 7 грей. И также есть работа 19 грей за один имплант. И видим, что токсические реакции, как генетоуринарные, так и гастроинтерстициальные, достаточно низкие в этих группах при высокой степени биохимического контроля у этих больных. Другой обзор в 2014 году опубликован, целью которой явилась проанализировать опубликованные данные о высокомощностной бриохитерапии, в качестве иммунотерапии и лечения рака предстоятельной железы взяты статьи с 90 по 2013 года, это 80 статей, время наблюдения до 8 лет, выживаемость составляла от 79 до 100%, при локальном контроле опухоли от 97 до 100%. При также низкогенетоуринарной и гастроинтерстициальной токсичности и при сохранении эректильных функций аж до 89%. Другой большой обзор составлял из практически тысячи больных, также различные режимы фракционирования, но здесь монорежим использовался у пациентов различных групп риска прогрессирования, и мы видим, что в группе даже высокого риска прогрессирования эффективность этой методики составляет от 79 до 83%. И таким образом все-таки проводится достаточно горячий дебат относительно того, все-таки какие пациенты подходят для лечения рака предстоятельной железы этой методикой, только ли низкий риск, промежуточный или высокий. И недавно опубликованные отчеты говорят о возможности применения брахотерапии высокой мощности у больных даже группы высокого риска прогрессирования. Учитывая возможность брахотерапии захвата участки экстракостулярного распространения, нет оснований ограничивать показания с пациентами низкого уровня риска. Критериями отбора являются таким образом верифицированный рак предстоятельной железы группы Т1С, Т3В или Т4, но только с инвазией в шейку мочевого пузыря. Н0М0, возможность проведения эпидуральной анестезии и информированное согласие пациента. Противопоказания – это тур в анамнезе и абструктивный тип мочеиспускания. У нас проведено исследование брахотерапии ридио-монорежима. Критерием отбора больных явился гистологически верифицированный рак предстоятельной железы. Объем железы старались брать не более 50 кубических сантиметров, не абструктивный тип мочеиспускания и, конечно же, информированное согласие. Здесь на слайде представлены наши три группы. Первая группа у нас первая прошла, это 20 больных. Режим фракционирования у нас был 10 грей, 3 фракции за 3 ипланта. Эквивалентная доза стандартного фракционирования составила 98 грей. Срок наблюдения к настоящему времени 5 лет. Вторая группа у нас стартовала в том году. К настоящему времени пролечено 22 пациента, 15 грей за фракцию в 2 импланта, 2 фракции суммарной очаговой дозы 30 грей. Эквивалентная доза стандартного фракционирования 131 грей и наблюдения до 15 месяцев. И третья группа у нас идет тоже достаточно давно. Это достаточно интересные пациенты, сложные. Пациенты эти с рецидивами рака предстоятельной железы, с локальными рецидивами после лучевых методов лечения, когда входили и брахиотерапия, и сочетанные методики лучевой терапии. И 9 пациентов у нас прошло 9,5 грей за 3 импланта. И срок наблюдения до 36 месяцев. И в этом году мы начали исследование 4 пациента, уже пролечено 12,5 грей за 2 импланта суммарной очаговой дозы 25 грей. Что касаемо первых двух групп, это пациенты низкого и среднего риска прогрессирования. Вторая группа нами, конечно, еще недостаточно изучена. Короткий срок наблюдения, но тем не менее мы видим достаточно низкую токсичность. То есть генитуринарное осложнение третьей и четвертой степени практически не наблюдались у одного пациента. Первая группа – это 10 грей по 3 фракции. Там причина обструктивного мочеиспускания у больного был большой объем железы. А во второй группе мы взяли одного больного с трансрутеральной резекцией предстоятельной железы. И надо отметить, что острые токсические реакции у него проходили достаточно выраженно. Проводилась абсолютно безуспешная терапия и урогиалом, и озонотерапией. Но к настоящему времени, спустя 6 месяцев после проведения лечения, он практически перестал ощущать дезурические явления. И в настоящее время он у нас под наблюдением, и все у него в целом неплохо. ПСА – специфическая выживаемость у пациентов в 100% случаев в обеих группах. Рецидивов мы ни в одной группе не выявили. Единственный случай был в первой группе, когда после полутора лет у больного был отмечен рост ПСА до 1,7 наногранный миллилитр. Это был больной 53-х лет с раком простаты группа среднего риска. В дальнейшем он у нас, конечно, прошел обследование, остеоцинтографию, МРТ малого таза, ПЭТ-КТ с холином. Признаков рецидива мы у него не выявили. Он нам не поверил, поехал в Мюнхен. В Мюнхене проведено аналогичное обследование, данных за рецидив не получено, и в течение двух лет он у нас сейчас наблюдается. ПСА у него составляет 1,2 в течение последних полутора лет. Пациент активно живет половой жизнью, и мы его расцениваем как пациента с хорошим результатом. Конечно, единственное, мы пока что видим отличие в этих двух методах, это сохранение эректильной функции. Она пока что существенно ниже у пациентов второй группы, но надо отметить, что эти пациенты получали гормональную терапию, и в настоящее время эффект андроген-депрессионной терапии еще может в какой-то мере сохраняться, и поэтому достаточно низкая эректильная функция достаточно выражена. Третья группа у нас сальважная брахотерапия, достаточно тяжелые пациенты, потому что всегда эти пациенты стоят перед выбором либо проводить таким больным андроген-депрессионную терапию с сохранением качества жизни на достаточно высоком уровне, либо все-таки пытаться проводить таким больным сальважную терапию с высокими рисками токсических реакций. И по мировым данным, спасительная терапия эффективна в случае локальных рецидивов после дистанционной радиотерапии, когда соблюдены следующие условия. Это, во-первых, низкая группа риска прогрессирования на начальной стадии лечения. Биохимический рецидив наблюдается более чем 1-2 года после основного лечения. Уровень ПСА на момент сальважной терапии менее 2 единиц, и время удвоения ПСА до времени лечения более 6 месяцев. Стратегия подбора у нас составила, помимо перечисленных относительно молодой возраст, отсутствие поздних лучевых токсических реакций со стороны мочеполовой системы и ЖКТ, удовлетворительные показатели уровня динамики нижних мочевых путей, отсутствие отдаленных метастазов и обязательно гистологически верифицированный рецидив рака предстоятельной железы. Очень важно отметить, что даже если спасительная терапия по поводу рецидива рака предстоятельной железы достигает благоприятных результатов, в случае развития токсичности токсических реакций 3-4 степени со стороны смежных органов, это говорит о неэффективности проведения лечения, поскольку назначение андроген-депривиационной терапии является альтернативой лечения таких больных с сохранением качества жизни на относительно высоком уровне. Итак, это группа 9 пациентов, у нас 9,5 грей, 3 инфракции, 3 импланта, 28,5 грей суммарная очковая доза, эквивалентная доза стандартным фракционером 89 грей, наблюдение до 36 месяцев. Из этих пациентов 4 пациента были после лучевой терапии дистанционной, после сочетанной лучевой терапии с использованием источков йода 125-го, с последующей лучевой терапией это 2 пациента, с отчетанной лучевой терапией источником эридия 10 грей плюс лучевая терапия дистанционная, это 1 пациент, и 2 пациента были после брахотерапии источков йода 125-го в монорежиме. Ранние токсические реакции у этих пациентов всегда выражены, они в 100% случаев второй степени, поздние токсические реакции у двух пациентов отмечены второй степени, третьей степени у одного больного в виде стриктуры уретры. К сожалению, больные с проведением сочетанной лучевой терапией йодом всегда переносят это лечение крайне тяжело за счет неоднородности изначального покрытия органа мишени, и один из пациентов этой группы погиб под прогрессирование основного заболевания, и были достаточно тяжелые токсические реакции с аутокатетеризацией мочевого пузыря. Но надо отметить, что локальный контроль у всех больных был достигнут в 100% случаев. Одной из наших таких особенностей проведения внутритканеволочевой терапии мы используем применение объема образующего геля коллаген с целью протекции прямой кишки. Показания к введению геля в парапростатическое пространство являются, во-первых, в любом случае сальважная брахотерапия, либо это брахотерапия источником уридия в монорежиме в случае прилежания предстоятельной железы к передней стенке прямой кишки. Необходимость применения геля всегда определяется интероперационно, и порядка 10 мл достаточно ввести, чтобы осуществить протекцию прямой кишки до 15 мм. Здесь показан стрелкой объем геля, который введен в предстоятельную железу, что позволило отвести ее порядка 15 мм, и в дальнейшем дозиметрическое планирование. Здесь также пациент после трансрукторальной резекции выявлен рак предстоятельной железы, и введенный гель на правой слайде также достаточно выраженно отвел предстоятельную железу от прямой кишки. В заключение хотелось бы сказать, что преимуществами брахотерапии высокой мощности дозы это короткий срок лечения, быстрая реабилитация, максимальная точность облучения для каждого больного, возможность применения в любой группе риска, минимальное осложнение, сохранять нормальную анатомию пациента, не вызывает недержания мочи, высокий процент сохранения эректильной функции, нет риска облучения для персонала и окружающих, и, что немаловажно, доступная стоимость. Спасибо за внимание. Спасибо. Пожалуйста, вопрос. Конечно. Скажите, пожалуйста, в какие сроки после брахотерапии с 125-м йодом вы рискнули проводить свой вариант брахотерапии? Сроки эти были от 3 лет и больше. То есть где-то 3-4 года у нас через 2-2,5 года у нас выявлялся рецидив, и через 3,5 года пациент, все это время он находился на андроген-деприверационной терапии, и после этого уже, когда мы видели, что у него токсические реакции отдаленные отсутствуют полностью, мы их брали на сальважную терапию, но это пациенты достаточно молодые, то есть у них вариантов. Ну, доза-то свыше 200, под 300. Да. И тогда у меня еще один вопрос. Конечно, обладая таким большим опытом, тем более, что ваша клиника вообще к брахотерапии имеет такое историческое огромное отношение при всех локализациях, опыт клиники огромен. В этой связи, скажите, пожалуйста, вот если надо было бы сегодня выбрать метод лечения, безотносительно кто чем занимается, в той же клинической ситуации, про которую вы говорите, меньше 50 объем, небольшой там, ну, все, все, что известно, что бы вы выбрали? Вариант, который предлагаете вы, брахотерапию йодом, дистанционное облучение, ну, высокоточностное, скажем, в радиохирургическом режиме или что-то еще? И на основании чего? Ну, спасибо за вопрос. На самом деле методик лечения рака предстоятельной железы, сопоставимых на данный момент по эффективности, особенно групп низкого риска прогрессирования и среднего достаточно много, и в хороших руках мы всегда получим, наверное, хороший результат. Тем более стараться, ну, что касаемо брахотерапии низкой и высокой мощности дозы пациентов с низким риском и средним риском прогрессирования, я бы выбирал бы именно между этими двумя методиками, то к настоящему времени я отдал бы предпочтение брахотерапии с точкой комморидии, в монорежиме. Потому что здесь причина очень простая. Когда мы имплантируем радиоактивные источники йода на постоянную основу, мы должны понимать, что эта доза доставляется за несколько месяцев, то, которое мы рассчитываем. И у нас пациент находится в движении, он живой, он живет и половой жизнью, и риски миграции этих источников за то время, которое он должен получать лучевую терапию, достаточно высокие. И риски создания как горячих, так и холодных доз за это время, ну, риски присутствуют. При брахотерапии иридием такие риски практически отсутствуют, потому что мы точно можем контролировать ту дозу, которую мы хотим дать и куда мы хотим дать. Спасибо большое. Ну, понятно, ваша точка зрения. Спасибо большое. Спасибо.